всем привет омск на связи сегодня мы хотим ответить на вопрос который очень часто мне задают чем я обрабатываю капусту для того чтобы она была не червивой ответ у меня всегда был один они чем и я не обрабатываю вот в прошлом году была у меня оплошность и я не сделала то чего делаю обычно обычно капуста у нас закрыта самого рождения этой капустки сначала укрывным материалом под которым ей и тепло и светло и никто ее не кусает а потом укрываем вот такой сеточкой и опять же бабочка капустница не сможет проникнуть в это царство капусты сделана она у меня чаще всего одной грядой вот так и поэтому ее укрывать удобно и потом и обрабатывать удобно вот как вы видите капуста не так часто открывается потому что трава поросла проросла и выросла в капусте а поливать через этот материал очень удобно это затеняющая сетка даже она не затеняющая найдет как строительная плотностью не такая как у затеняющий и поэтому капустки и достаточно и света и достаточно влаги которая попадает и когда идут дожди и тогда когда мы ее поливаем будем сейчас открывать потому что нам надо срезать брокколи до вносит что я должна тебя простить ну ладно сейчас будем смотреть с мешуткой капустку будем срезать с моим внучеком мешуткой и покажем вам как это выглядит наша капустка сейчас уберем все наши запоры это обычная труба которая хозяйстве есть и вот такая капустка смотри какая трава тут выросла давай и срежем до должна быть трава уничтожена о какая трава выросла большая потому что очень редко заглядываем в эту капустку потому что необходимости нет вот какая красота вот такая красотулька капустка у нас конечно сегодня немножко другая цель мы пришли за брокколи и сейчас мы ее вам покажем да в траве капуста моя ничего ей трава не вредит капустки и укроп там у нас под капусткой вернее под нашим укровным материалом пойдем мешутка брокколи срезать обцарапался весь вот наша брокколи какая красотка вот качанчики вот качанчики и вот какие качанчики и это уже пора срезать и пора кушать вот этот будем срезать сейчас и кушать отварим и и с маслицем немножечко ее приправим поджарим и очень так еще раз ты хочешь да ну иди еще раз говорю о том что когда связаем качанчик удалять саму капустку не нужно потому что будут нарезать нарастать маленькие качанчики давай мишка давай вдвоем будем резать оба давай помогу я тебе давай вот помощник у меня тут такой вот так сейчас мы даже ты не можешь срубать срезать мишенька опа держи о какая качанка какая капустка что такое ухо залетела листик ну вот такой качанчик капустки пойдем с удовольствием будем его готовить и кушать с еще большим удовольствием все мишутка давай потихонечку не тут мы не будем связать таки следующему не будем связать зачем мы будем связать следующий когда нам нужно будет мы его придем и срежем пусть он растет хорошо вот такая вот нас капуста мишутка держи капустку не уронит аккуратно аккуратно а я буду закрывать все свое благополучие трава какая выросла сейчас уже могут по пути уберем главное главное чтобы капуста выросла в траве она или без травы это мелочи жизни что миш надо главное вытащить траву чтобы она не засыпала нам грязью капусту что еще хочу сказать про брокколи исходя из опыта использования вот этой сетки хочу сказать что качаны формируются более крупные нежели на жаре ну и естественно без всяких черевиков чистенькие хорошенькие ну а сейчас опять ларчик закрывается прижимается трубой сетка и моя капуста будет под надежной охраной все всем всего доброго до новых встреч